Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о российском футболе. И продолжаем наши беседы о московском Спартаке, который продолжает, так скажем, порождать скандалы. Скандалы судейские, связанные с неоднозначными решениями арбитров, на которые Спартак реагирует очень жестко и агрессивно. Ну и плюс к этому есть еще один человек, так скажем, который постоянно создает скандалы, интриги и расследования вокруг себя и вокруг Красно-Белого клуба. Это человек Зарима Салихова, который просто не может не высказаться, который постоянно лезет, знаете, вот в любую тему, в любой скандал, постоянно пытается вставить свои три копейки, и в результате мы получаем новые и новые конфликты. И вот, пожалуйста, после матча Ростов-Спартак, где донская команда отметилась победой со счетом 3-2, произошел очередной словесный батл. На этот раз началось все с Валерия Карпина, который отметил не без причин, что это здорово, что Ростов, где значительную часть состава представляют молодые футболисты, смог обыграть Спартак со 100-миллионным бюджетом. В ответ на это Зарима сказал, что, дескать, а я помню, когда Карпин, будучи тренером Спартака и имея неограниченный бюджет, ничего не выиграл. Ну и Карпин уже в ответ на это решил еще раз включить свое чувство юмора. В общем, знаете, здесь я оставлю ссылочку в описании на все самые мощные высказывания в этом словесном баттле, для того, чтобы вы все это оценили. Ссылочки на сайт Спорт Клаб, там вы можете полностью прочитать все эти изречения, но общий смысл я более-менее передал. И сейчас мне хотелось бы высказаться на эту тему, потому что Зарима сама по себе уже превратилась в такую, знаете, девушку-мем, человека-мем, потому что постоянно какие-то скандалы связаны с ней, постоянный вот этот поток информации. Ну и Карпин — это человек, который тоже за словом в карман не полезет. И знаете, здесь был вопрос времени, когда эти две стихии сойдутся воедино и устроят настоящий информационный шторм. Вот он наконец-то произошел, давайте его обсудим. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор — компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус — три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Итак, во-первых, касательно высказывания Карпина, в принципе, я здесь по содержанию вполне себе согласен. Более того, если вы посмотрите мой обзор матча Ростова и Спартака, там было упоминание о том, что, если не половину, то значительную часть состава дончан сейчас составляют футболисты, которые недавно еще играли в дублирующих составах. Это и Щетинин, это и Сельянов, это и другие футболисты. В общем, здесь действительно Ростову из-за массового отъезда легионеров приходится играть вот в таком вот смешанном варианте. И то, что Карпин добивается успеха с данными футболистами, ну, здесь, конечно, респектос. Это не такая катастрофа, как в легендарном уже матче Ростов-Сочи, когда, в принципе, у дончан вышла одна молодежь. Но все равно это тяжелые условия, и то, что Карпин показывает какой-никакой, но результат сейчас, при этом симпатичный футбол, в принципе, дончане демонстрируют, и это дорого стоит, повторяю. При этом, как мне кажется, со стороны Карпина, возможно, было не совсем уместным вот так вот подкалывать, тем более, свою бывшую, почти родную команду. Одно дело, когда подобные мысли заявляет, не знаю, футбольный обозреватель или ютубер вроде меня, это одна ситуация. А здесь, ну, все-таки это было то, что называется у молодежи накинуть говна на вентилятор. И, разумеется, реакция последовала незамедлительно, потому что Зарема – это как какой-то коршун, который ждет добычу и ждет, что кто-нибудь что-нибудь скажет, и можно будет зарубиться через Твиттер или другие соцсети. Какие там у нас соцсети, не запретили, я уже забыл. Но не суть важна. Касательно фразы Заремы, ну, как бы сказать, мягко говоря, она странная. То есть, если Карпину есть вопросы, насколько уместно такое, знаете, издевательство над бывшим клубом и такой троллинг, то вот Зарема уже, скажем так, перебирает. Перебирает в плане уместности своих высказываний, в плане адекватности своих мыслей и так далее. Потому что говорить о том, что Карпин ничего не выиграл, ну, чисто формально, если считать выигрышем исключительно чемпионство, то, возможно, да, действительно ничего не выиграл. Но все-таки мы должны вспомнить про то, что Карпин занимал вторые места в чемпионате России, в отличие от нынешнего Спартака, который, мягко говоря, не впечатляет результатами, и сейчас близок к зоне стыковых матчей. И вот этот, знаете, апокалиптический сценарий, что Спартак будет бороться за выживание, он вполне себе реален сейчас. Кто бы что ни говорил, я сам не ожидал, что все до такого докатится. Но мы видим на данный момент, что перспективы оказаться в первом дивизионе, да, они по-прежнему крайне сомнительны, но они присутствуют. При этом мы можем вспомнить, что тогда лига была куда конкурентнее. И если у Карпина был, вот просто процитирую за Рэму, неограниченный бюджет, то тем более неограниченный бюджет был тогда у Зенита, который подписывал звездных футболистов, можно даже сказать, суперзвездных. Я напоминаю, что Зенит и ЦСКА тогда выступали в плей-офф Лиги Чемпионов, и вот с такими командами нужно было бороться. Спартаку и Спартак показывал, как мне кажется, достойный результат в условиях такой конкуренции. Поэтому сейчас второе место в чемпионате России это не то же самое, что второе место тогда. Так что в данном случае Карпин в каком-то смысле добивался тогда серебра, которое сейчас было бы на вес золота. Ну, так, знаете, небольшую метафору я прокину. Так что говорить о том, что он ничего не выиграл, но это по меньшему и странно. А насчет неограниченного бюджета? Ну, может быть, я что-то не понимаю, но, по-моему, неограниченного бюджета сейчас нет даже у Манчестер-Сити. Все-таки даже там есть определенные границы. А то, что у Карпина он был неограниченный, ну, знаете, здесь, как мне кажется, есть большие вопросы. И если Карпин сейчас продолжит эту полемику, то он может спросить, например, почему за все время его работы команде так и не подписали однозначно топового центрального защитника вот такого звездного уровня. Ну, уровня Видича или того же самого Жиго, который был подписан недавно. Потому что все вот эти ребята толковые, типа Инсауральде, Рохо, Фадхи и так далее, ну, неплохие ребята. Рохо, кстати, даже со звездными перспективами был. Но это, видимо, не те футболисты, которые были нужны Спартаку и Карпину в частности. И, как видимо, здесь подписывать, условно говоря, игрока масштаба Гарая или Кришету, как в Зените, Спартак не мог. В том числе, возможно, по финансовым причинам. А то, что Карпин очень многое упускал из-за проблем в обороне, ну, это ни для кого не секрет. То, что Карпин очень многое упустил из-за Саслана Джанаева, который на тот момент был, мягко говоря, не самым сильным галкипером, это тоже всем очевидно. И, наверное, Карпин был бы не прочь, если бы ему подписали какую-нибудь вратарскую звезду. И если бы у Спартака действительно был неограниченный бюджет. Но спрашивается, почему тогда в Спартаке не появился, не знаю, Малафиев, Хакинфиев и еще кто-нибудь из звездных галкиперов. Почему там играл Джанаев на тот момент? Косячный, очень нестабильный галкипер, который очень много ошибался. Вот, опять же, интересный вопрос. Так что здесь Зарема полезла в полемику с человеком, который имеет кучу козырей в рукаве, который может ее переиграть и уничтожить. Но это тот самый случай, как у Панасенкова. Вы думаете, вы меня переиграете и уничтожите? Нет, ребят. Вот и здесь то же самое. С Карпиным лезть в такую зарубу это себе дороже. Но это, как видим, очередной раз говорит о том, что Зарема Сарихова это госпожа, которая очень сильно оторвана от действительности, от реальности, от истории Спартака, где, оказывается, был какой-то неограниченный бюджет у Карпина. Так что здесь мне кажется, что у Заремы давно пора изъять смартфоны, доступ в соцсети и все остальное, потому что от этого проблем у клуба становится только больше.